всем привет ребят это начало нового проекта ну хотя с другой стороны проект это громко скажешь хотя сейчас две-три видео проектами называют ну в общем начало проекта по я даже не знаю как придумать я называю реанимации но еще название еще думаю ну по реанимации бы третьего пассата немного предыстории в общем автомобиль покупался в 19 году в октябре 19 года на толпу я еще два скажем так учредителя было для работы на автомобиль очень хорошо справлялся с этой задачей он возил инструменты материал все что угодно возил он помогал он боролся и разделял трудовые будни но всегда что-то меняется в этой жизни в общем это стало уже не нужным но машину стало жалко потому что она справляется хорошо своей задачей на интервью недорого стоит продавать ее нету смысла а как верная лошадь она очень хорошо с этим справляется минус 24 на заводилась сразу скажу что насветилась на канале я там это все рассказывал мы поменяли ходовой я снимал ее подготовку зиме с этой машиной снимали еще также обслуживание старого га было такое видео тоже там мелькнула я тоже про это говорил про тех часть что без 24 заводила все тормоза по технике вообще ничего не делал я только свечи накала поменял но аккумулятор из другого машины сюда поставил все а так по сути никаких проблем машина ездит со всем этим справляется я выкупил у двух других учредителей теперь на полностью моя и стал момент что с ней делать дальше ну как верный кони лошадь она очень хорошая машина перейдешь все что угодно и но не такие жалко как более дорогой автомобиль что она стоила 1000 долларов и король больше полутора за нее никто не даст а состояние и классная но несмотря по кузову по кузову сейчас поговорим то есть я решил ее себе оставить и сделать чтоб она не окончательно не разваливалась и так дальше по она была в нормальном техническом состоянии помогла еще поедете послужить верой и правдой и это этот проект это конечно же про кузов с технической точки зрения как я уже говорил здесь все нормально только если может мелкие какие-то косяки там колодка лодки что-то там поменять то есть такая мелочевка самое главное то кузов и этот проект будет по восстановлению кузова этой машины по косяки некоторые все же есть ну что по кузову первая права арка вообще арка сама идеально кроме вот этих двух моментов вот я не знаю как под углом они так сделали саму арку ну вот небольшой жучок еще вылез сделали так под углом что вот в эти отверстия где молдин молдинги я посрывал слева справа чтоб их не потеряете потом по за 10 долларов замолдит не покупать я их спрятал вырвал и спрятал сам саму крыло все отличное но вот один момент а так все класс но сделали блин по таким углом что затекает вода скапливается начинает все гнить и в б4 там так не гниет в б4 там я снял там но где-то кота жук вылез а здесь у идеально как по заводу там вот по кузову с точки зрения кузова этот момент продумали здесь этот момент полностью грёбаный оказался тут придется ну-ка вырезать лотку варивать здесь тоже зачищаешь и все это обрабатывать она крыло все зашибись далее по дверей двери тоже здесь но жук был я его счистил задел вот еще один жук ну как обычно край двери это ее обычная проблема так вроде но вот с внутренней стороны также вот здесь вот эти все моменты дальше здесь опять же не из двери здесь и здесь вот преимущество над бы четвертым посадом то что под дверными ручками все чисто от бы 4 все равно по качеству металла он похуже там верные ручка уже ну за теми дверными ручками все пошло здесь косяков больше но сами ручки дольше служат и лучше функционируют она бы третьими пошли все эти байки про пассатовские ручки вот четвертом ручки гораздо лучше но опять же не из двери порогов здесь нет пороге надо менять также задняя права арка она пороге арка купленная крышка багажника тоже куплено это просто нужно заменить ну а здесь все сгнило здесь все в жуках то и живого места уже нету по сути и здесь уже все арка полностью сгнила и нужно вваривать ну и самое главное крышка багажника можно прият увидеть каком она идеальнейшем состоянии если так сблизи на нее посмотреть вот можно увидеть каком она идеальном состоянии все поездит блин как говорится ну все в жуках она уже рассыпается крышка багажника есть запасе также здесь вот уплотнитель уже нормально не сидит прежде все повыгнивало вот дырка вот дырка бампер надо скидывать там тоже я думаю сюрприз увидим какой-нибудь левую арку я уже варил вот здесь прекрасно виден грунт здесь уже шов на сутарка здесь уже в варена ну саму обшивку уже раз разобрал потому что сейчас поедет на ремонт и еще один нюанс с машиной она была ударена вот именно удар пришел все сюда и здесь прекрасно видно что-то мои пальцы сюда залезут и вот на толщину моего пальца разница между фонарем на кузове и вот на крышке багажника этим дублером вот прекрасно толщину моего пальца как раз то есть это сантиметр но стаканы не сдвинулись там не нет никаких вмятин сдвинулась именно вот этот наружная обшивка сюда ну и здесь шов конечно повредился из-за этого но сама структура геометрия кузова не нарушена в плане силовой структуры кузова сама вот именно эта часть отошла но ее выгнуть не проблема потому что ребята вытягивали и седана делали хэтчбеки от ударов ребята вытягивали делали то есть это вообще не проблема то есть это натягивается на сама отпрыгнет тут никаких особо проблем нету а и насчет еще стаканов вообще кто будет покупать такие машины там неважно пассаты гольфы там третье всегда обращайте внимание на такой момент здесь крышка топливного бака расположена с правой стороны и вот здесь можно увидеть как это на это все влияет ответить какая дырка а все почему вот песок прекрасно виден между стаканом и горловина топливного бака пространство и туда залита твари места и соль и песок и вода и все что угодно и начинает гнить стакан поэтому вот этот момент чертом поставьте мне то же самое и это устранил и здесь тоже сам так что если вы покупаете такую машину и во время движения автомобиль так скажем хромает на заднюю правую лапу то учитывайте что здесь уже наверно все сгнилось смотрите именно правый стакан просим сгнил его придется варивать а из-за такой фигни когда стакан изгнивает там уже до крепления амортизатора недалеко просто может выпрыгнуть салон но слева это крыло немного получше в том плане здесь дырки еще нету здесь просто конские жуки но здесь тоже жуки все подрывалась но это уже тоже если нормально проткнуть это все развалится то есть тоже нужно зачищать чистить знаменитая пассатовская болезнь владительская дверь здесь сгнила и жуках тоже сюда нужно зачищайте делать вот опять же низ двери но здесь два момента эта дверь то есть задняя левая дверь вот за задняя левая дверь вот все здесь ржавчине оба угла низ ну и с внутренней стороны также тоже задняя левая дверь всегда тоже в поганом состоянии эта арка уже варена потому что от удара ту согнула она была мята привлекала внимание и попросту чтобы все красиво нормально выглядел это варили новые поэтому потом тоже кузов решили не делать на тот момент но чтобы это не бросалось глаза техосмотр машина кстати проходит сама все в порядке и чтобы на техосмотре было меньше претензий проблем а руку варили внешне поделали она проходит техосмотр сама никаких проблем возникает но теперь я решил все сделать нормально резину не ест стаканы не варились вмятин здесь нету то есть силовая структура кузова нормальная здесь проблем нету но за исключением возрастной коррозии машина 92 года сейчас 8 января 2022 с новым годом вас наступившим и с прошедшим рождеством но я не знаю когда это видео вы увидите вот машине уже 30 лет соответственно юбилею же в этом году и за 30 лет ну это нормально что что-то сгнило пасть за 30 лет это не при ты претензий к ней особо и нету никаких сделаем остановим все это вам покажем ну вот и все на этом так я вкратце вам показал косяки это все будет устраняться делаться там может быть я еще нас заморочусь на чем-нибудь там может музыка еще что-нибудь там диски шины кстати шины не ждет все нормально задней шины кто сейчас будет писать в комментариях задней шины установили в тот же день когда ее купили предыдущий владелец был жлоб тоже были трещины и попросту было страшно не ездить поэтому задние шины сразу же вкинули вот так что насчет геометрии кузова жора и резины здесь проблем нет во время движения тоже не таскает не мотает это ответить всем тем кто захочет поспорить получать комментариях первая задача это сделать кузов это мы снимем и покажем этому проекты посвящен а дальше уже может быть я что-то буду с ней делать и такая опять же буду снимать может а музыку может салон еще что-нибудь это уже по мере возможности финансовых особенно и времени новая серия не знаю как скоро выйдет но она выйдет хочу немного пояснить сказанное выше как я уже сказал видео снималась 8 января сейчас уже апрель можете заметить трава зеленая уже вот и мы человеком договорились что в порядке очереди от я у него очередь забил я должен был машину отдать 5 7 марта в этих числах еще на говорит ну подъезжай все и займусь это который сейчас делаю уедет и ты предключить печь и приближаясь к этой дате к дню икс этому я подумал что вот первых числах марта может неправильно вообще-то делать эту машину потому что мало ли может деньги на что-то понадобится тем более от большинство есть на канале может лучше его с ним что-то делать там поделать может диски то есть он такой проект вот потому что неизвестным деньги можно что-то понадобится третий пассат его может и правильнее продать так как он есть по состоянию человек в принципе если купит тот который ну кто бы такую машину покупать либо от молодые ребята либо от мастер который этим заниматься может ему продать он сам это сделать тем более у меня все куплено пороги и задняя правая арка крышка багажника все еще куплено он сам это сделает может даже качественнее к примеру ну как ему будет казаться и все-таки каждый мастер сам себе больше доверяет и может это правильнее так это сделать задать но все равно хотелось это сделать потому что машина уже тоже близко к сердцу уже запала на данный момент у меня уже значительная степень уверенности то что проект состоится мы будем делать все-таки и это все вам покажем от снимем видео будет выходить и это не будет так быстро потому что для меня важно качество машина была сделана качественно на совести это будет делать тоже самый человек который мне делал бы 4 в свое время в 2015 году до сих пор там силами структура классно да где-то на дверях там я снимал видео то но есть косметика вылезла так все сделано классно качественно машина хорошо обработана она уже семь лет прошло то есть это уже значительный показатель еще тогда машина уже больше 20 лет поэтому это не будет все так быстро потом важно качество я не ставлю какие-то определенно жесткие временные рамки но обо всем я буду информировать может изменится обстоятельства и машину придется продавать это все забросить на что-то деньги могут понадобиться всякое может быть я об этом вас проинформирую но на данный момент я уверен что и надеюсь что все будет хорошо мы сделаем и проект состоится все будет отлично спасибо большое за внимание ставьте лайки делайте репост и смотрите наши предыдущие видео по вагу вага у нас предостаточно и старого нового и олдскульного и более современного счастлива ребята интересно про что я снимаю кстати про автомобили ну да